Время Великого Поста. Православные христиане проводят его не только в покаянии и молитве, но и в помощи ближним по Евангельскому Завету Иисуса Христа. По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерея Александра Игнатова, в течение этого спасительного времени прихожане храма собрали для заключенных вещи и продукты первой необходимости, средства личной гигиены, одежду и книги. По традиции, в шестую неделю поста отец Александр Игнатов вместе с казаками Рождественской полусотни посетили исправительную колонию 14. Христос сказал, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. В тюрьме у многих людей появляется время и повод обратиться к Богу. На территории исправительной колонии расположен храм-часовня в честь святых Бориса и Глеба. Заключенные не отчаиваются, ведь там, где боль и скорбь, там Христос. Они своими силами расписали своды и стены храма, организовали хор и вместе поют литургию. Заключенные подарили икону, написанную в стенах колонии. В клубе исправительной колонии состоялась встреча с заключенными на тему, что делать, если все в жизни пошло не так. Я советую, что сделаю, чтобы сохранить ущельный мир, это никого не судим. Вы слышите? Никого, у кого нет. Друг твой, враг твой, враг твой, не судите, да не судима будете, говорит Христос. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Следующий момент, что не нужно сохранить или приобрести в жертву мира, это считать себя достойным этого показания. И пусть приходит здесь, если присутствующий, не скажешь, не достоин. Друг твой, давайте научите говорить слова благоразумного книга. Достоин, Господи, поняла, мы вернем. Слышите? И третий, и самое важное, не забывайте в любых условиях за все Бога благодарять. Не престанно молитесь за все благодарить. Всегда радуйтесь. Вот причина радости, даже здесь, в этих условиях, заключается только вот в этих предыдущих двух ступенях. Не престанно молитесь Богу, значит, что мы вместе все исполняем, мы всегда рядом с тобой. Никогда не забываем благодарить Бога за все. Потому что если не учиться благодарить, так можно быть достойным другим благодеяний к себе. За это время были разгружены машины, и доставленная благотворительная помощь от храма Рождества Христова была передана колонии. Когда вы поезжаете, когда вы поезжаете, что-то говорите, как вот мы общаемся, и служба, и даже и не служба, а просто общение. Это получается, как луч света в темном царстве. Вот, получается, в наших душах это луч света. И он держит задолго. И за это вам низкий поклон. От всех нас. И вашим прихожанам. Спасибо. Продолжение следует...